Одни планеры спускаются плавно и красиво, дрифуя в потоках воздуха. Другие больше напоминают краш-тест. Соревнования на Богородском острове собрали около 30 любителей авиамоделирования. Все ребята посещают кружки, где собственноручно изготавливают модели. Наша республика традиционно сильно развитый авиамодельный спорт. Это, ну, будем так говорить, по сравнению с другими субъектами Российской Федерации. Модельный спорт в нашей республике довольно-таки популярен. Основная популярность заключается в том, что ребята, будем говорить, со школьной скамьи учатся патриотизму, учатся детскому техническому творчеству. Это будущие инженеры. Главная задача продержать планер в воздухе минуту и неважно на какой высоте. Всего таких попыток три. Потом результаты суммируются и выявляется победитель. Сначала у меня дедушка занимался этим, тоже мастер спорта был. Потом мама и потом я. Ну, нравится мне хобби моё, можно сказать. А почему нравится? Что конкретно? Не знаю. Как-то необычный спорт, как по мне. Какое-то разнообразие, что ли. Все планеры имеют схематическую модель. Они состоят из фюзеляжа, стабилизатора, киля, крыльев. Модель запускается при помощи леера. Не длиннее 50 метров. Как долго ты его делал? Я в районе, ну, месяца три где-то. Какие нюансы нужно учитывать, когда ты делаешь? Что нужно знать, когда ты делаешь планы? Знать точные размеры. Какая длина самолета, какой размер крыла. Сколько градусов должен поворачиваться киль. На что это влияет? На полет. На дальность, да, наверное? На дальность полета. На время полета. Соревнования традиционные в этом году. Они посвящены годовщине победы в Великой Отечественной войне. Эксина Лестрадова, Руслан Хороших. Новости дня.